Добрый день всем. Это проект «Трек-цовет», проект презентации от различных независимых, как правило, партизанских издательств и культурных групп. И сегодня мы хотим приветствовать Владимира Майкова, основателя трансперсонального проекта в России и издателя книжной серии по трансперсональной психологии. Прошу. Регламент, как обычно, один час высказывания автора проекта и затем диалог, беседы, дискуссии. Спасибо, Олег. Ну, я хотел бы, во-первых, начать с того, чтобы поблагодарить за эту возможность. Подготовясь к данной встрече, я как-то заново все пересмотрел. И этот период в жизни совпал как раз с тем временем, когда я занят очень сложным делом. Я перебираю заново весь свой архив. Это вот такие папки бумаг, книги. Я их просеиваю, смотрю, вспоминаю. И вот это вот за всю жизнь, потому что, вот как здесь я вижу, десятки тысяч книг, наверное, в библиотеке, так и у меня накопилось, в общем-то, не одна тысяча книг. Прошли там и, в общем-то, и сам я оказался издателем, сам я оказался ведущим семинаров. И даже последние пять лет на меня свалилось заведую кафтой трансперсональной психологии в Московском институте психоанализа. Ну и к тому же я там старший научный сотрудник института философии много лет, где когда-то заканчивал философскую аспирантуру. Да вот ничего, кроме последнего, то есть кроме философской аспирантуры и занятий философией, я, в общем-то, не хотел в своей жизни. Я занялся этим, можно сказать, практически случайно. Я не хотел быть издателем, никогда у меня такой мысли не было. Я не собирался вести семинары, хотя сейчас активно веду семинары в России, за рубежом, по разным темам. И я не видел себя никогда преподавателем в институте, который занимается там кафедральными какими-то вещами. Я также никогда не думал, что я буду снимать кино. Он активно оказался вовлечен в проект с Сагалаевым, в мистические путешествия. Потом он просил мне помочь канал «Психология-21». Я очень активно помогал там до сих пор, с десяток моих программ, с моим участием, и прямых интервью со мной вертится. И дело даже дошло до того, что я сам снял несколько фильмов и сейчас работаю над большим видеопроектом. Вот очень интересная ситуация, что называется. Но это не похоже на то, что без меня меня женили, а просто, видимо, в моей жизни, как я осматриваясь назад, смотрю, действовал какой-то очень мощный императив. То есть был какой-то очень такой ветер, который толкал меня. И чтобы это как-то объяснить, я, наверное, совсем в далекое прошлое отправлюсь в свои школьные годы, когда у меня было две таких страсти. Во-первых, я очень любил делать что-то руками, конкретное. Мне это очень нравилось. Модели, электричество, паять что-нибудь. И эта страсть дошла до такой степени, что одна из моих произведений, сделанная в радиокружке Дворца пионеров города Ярославля, завоевала медаль ВДНХ. Это была такая сложнейшая, по тем временам вообще очень необычная светомузыкальная установка. Свет, звук меня это очень вдохновляло, волновало светомузыкой. Вот вторая моя страсть это было чтение. Я в школе, будучи в библиотеке Достоевского, в школе я все, что было Достоевского, уже прочитал, включая дневник писателя, потому что меня это просто очень торкало сильнейшим образом. То, что раскрывалось через чтение его романов. И вторая страсть была психология. То есть меня это тоже очень-очень интересовало. Ну и вот напрямую философия меня не интересовала, но меня очень интересовало космологические аспекты. Как Вселенная создалась, как что там, внеземные цивилизации, вот эти прикладные какие-то вопросы. И я перечитал, наверное, большое количество популярной литературы. И вот как результат, в 10 классе я очень активно занимался йогой, тренингом, бегал, знал наизусть две вышедшие книжки Владимира Львии, «Искусство быть собой», «Искусство быть другим», сделал все упражнения, мог с любой страницы открыть и вот говорить, что там написано. То есть вот до такой степени там безумие мое было. Ну и больше всего я, конечно, вот когда посмотрел, мне хотелось поступить на Фестеру. По одной простой причине. В Московском екатеринском институте это был единственный вуз в Советском Союзе, где была кафедра космологии. А мне казалось, что вот мой интерес – космология, космос, вечная. Ну а Достоевский как вот эта жизнь, факультатив. И вот так я оказался на Фестере. В общем, я поступил туда со второго раза, с первого раза не получилось. То есть меня бы могли взять с первого раза, если бы я сделал компромисс, если бы я согласился, единый факультет радиотехники. Но как-то мне туда не хотелось идти, я не знал еще возможности перехода, поэтому я отказался, отработал год электромонтером на электростанции в Ярославле. Интенсивно готовился, прорешал все задачи, поступил уже легко на второй раз. Туда, куда хотел, факультет общей прикладной физики. И походивши на все лекции физтеховские, посмотревши Академика Гинзбурга кафедры астрофизики, ко второму курсу я испытывал какое-то разочарование от науки. Действительно было очень плохо, и хотел в стиле героев Достоевского куда-нибудь в мертвый дом, потому что я знал, что чувствовал, такая идея была, что мне нужно что-то пережить самому жизненно, для того, чтобы что-то во мне изменилось. Потому что жизнь такая, о которой я жил, как мне казалось, не давала для этого никаких оснований. Поэтому вот где-то на грани я был. Но на втором курсе, 15 лет мне было, как сейчас помню, попалась мне книжка «На одну ночь». Потому что тогда вот из рук в руки это передавали, в переводе Антоновского «так говорил Заратовский». И вот эта книжка сыграла просто решающую роль в моей тогдашней ситуации, потому что я там стал получать ответы на вопросы, которые меня больше всего волновали тогда. Человек есть нечто, что должно превозмочь, идеи сверхчеловечества, идеи иллюзий, в которых мы живем, и то, как мы программируемся, медиа, морали и всеми сумерками. И поэтому вот здесь и героическое усилие по преодолению всего этого. Поэтому вот Ницше меня сориентировал правильно. И я стал интенсивно заниматься философией, то есть считал дальше Ницше и так далее. И если после первого курса я, как и многие студенты, в стройотряде работал, и мне повезло, потому что я попал на Камчатку, где 73 дня работал, и заработал по тем временам немыслимые деньги, 1200 рублей. Это 1974-1975 год. Вот, что равнялось зарплате, наверное, моих обоих родителей, 60 рублей они получали за год примерно. Но последующие мои стройотряды были в библиотеках. Библиотека спецхрам Ярославской, областная библиотека спецхрам Ленинки, где я просто вот читал, читал, читал. Это было связано еще и с тем, что на физтехе я встретил человека, Юрия Ивановича Куфтерева, преподавателя философии, который был таким подпольным, как он себя называл, философом, который относился весьма иронически к действующим доктринам марксизма-ленинизма и, в общем-то, был автором философии «Тайная». И вот, поговорившись с ним, попившись с ним водку, в конце концов, он стал давать мне свои труды, беседы и взял в свои ученики, как он говорил. Это была нелегкая задача, потому что нужно было очень много читать, дискутировать, анализировать, поэтому такая была тысяча произведений, мировых шедевров, которые нужно было. И, в общем, я этим стал заниматься. И жизнь стала другой, наполненной смыслом. То есть, с одной стороны, я выполнял все необходимые требования физтеха, потому что, в общем-то, образование не помешает. И где-то вот такого лучшего образования, я не знал, где можно найти. Я доучивался на физтехе и даже закончил его с красным дипломом, так могу не хвастаясь сказать. То есть, в принципе, там как-то вот я понял изнутри эту систему, и какие-то таланты были. Но параллельно центр тяжести лежал у меня в другом, конечно. Это профессиональное занятие философии, и я уже настраивался на то, чтобы поступить в аспирантуру института философии. И, в общем, я тогда поступил к Спиркину. Это тоже была целая история, потому что для того, чтобы поступить непрофильному аспиранту без блата в аспирантуру института философии в 80-м году, в Брежневскую эпоху, это были вещи невозможные. Брали в основном всех по разнарядке, или блатных людей совершенно. И вот нужно было завоевать свой блат, и мы пошли к Спиркину, который там заведовал сектором и был главным покровителем экстрасенсов. И специально для Спиркина мы познакомились с несколькими очень интересными феноменами, обладающими экстрасенсорными способностями, подружились с ними, и меня представили как человека, который там кое-что знает здесь, многое знает. И, в общем, Спиркину это все очень понравилось, и он прикрыл меня. И в итоге я поступил в аспирантуру к нему, в сектор исторического и дилектического материализма, и диссертации тоже он меня прикрывал. Была возможность вобрать различные такие нетрадиционные темы, связанные с загадкой сознания. Но одновременно в 80-м году совершилась еще одна вещь. Я вот закончил кистиг, поступил в аспирантуру, и осенью тогда же, 80-го года, я познакомился с московским подпольным трансперсональным кружком «Контекст». Так он назывался внутри. Не текст, а контекст. Очень большое значение там придавалась атмосфере, вещам невербальным. Невыразимым, но присутствующим. Невербальным языкам и коммуникациям. И ядро этого кружка составляли переводчики в основном литературы. Такой, самоиздатовской. Ну, такой трансперсональной. То есть переводчики книг Грофа. Виталий Николаевич Михейкин, лидер этого кружка, перевел книжку «Области человечества бессознательного», которую я потом издал, в конце концов, и официально. И переводили многих трансперсонологов, гурджиевские работы, тибетский буддизм. Вася Максимов перевел первые четыре тома «Кастанеды», которые затем София, после перестройки, стала печатать. И вот в 80-м году на меня все это обрушилось. И ко мне попало в руке. Вот Виталия Михейкина. Рукопись книжки Грофа «Области человечества бессознательного». И после Ницше это была, наверное, вторая книга, которая перевернула меня. Потому что между Ницше и 80-м годом, то есть между вторым курсом физтеха, 75-й год и 80-й год, прошло много времени. Я много прочитал. Я прочитал всю известную психологическую литературу. Фрейда, Юнга, классика, российская литература. Все, что можно было прочитать в спецхрамах. В общем-то, что-то прочитал на английском языке. Не так много в то время. Но вопросов было много, ответов мало. И вот, когда попала мне книжка Грофа, я открыл ее, посмотреть, и не мог остановиться. Я читал ее всю ночь. Вот как когда-то читал, не в силах остановиться, но это было связано с числом, мне на ночь дали здравоуство, так я читал Грофа. И в книжке Грофа я получил также ответы на очень многие вопросы, которые меня тогда волновали. Они были связаны с человеческой ситуацией, конечно же. О том, каковы основные законы развития человека. Что нас держит, грубо говоря. Что делает нас привязанными. Как создается повседневная общеприиментариальность, здравый смысл. Вот представленная Ницше задача движения к сверхчеловеку, освобождение от сумерек кумиров, не достигалась на пути философства не молотом. И Ницше обозначил выход по ту сторону добра и зла, но ни сам, ни механизмов каких-то конкретных вырубить не мог. Они были связаны с определенного рода философским видением, но помимо этого были и другие цепи, которые держат человека, не только связанные с умом, с пониманием, с интеллектом, а цепи связаны с телом, с энергией, с неконтролируемыми нами вещами, связанными с языком, с той просто средой, в которой мы живем. И эти цепи намного сильнее и непроницаемы для мышления и ума. И Агруф показал, он работал с этим и показал, как бы где гнездятся человеческие проблемы. Насколько глубоко аж в травме рождения, это было подтверждено колоссальным эмпирическим данным, завязывается человеческая ситуация и многие узловые точки, не пройдя которые, невозможно совладиться. И методы были достаточно суровые. Но сам Агруф, как известно, занимался психоделической терапией. В Праге официально, абсолютно, она сдает психотерапия. И в Соединенных Штатах, после запрещения любых исследований с психоделиками, он разработал метод холотропного дыхания. И по сей день, наверное, остается одним из крупнейших ученых, которые и экспертов в области необычных состояний сознания. Во всем плане истории, применения в человеческой культуре, терапевтические возможности, феноменологии и так далее. То есть, бесспорно, человек, который не зря смотрел, не зря во всех книгах своих описывал эти вещи. Вот меня поразило, это было на уровне, как бы, такого откровения для меня, честно скажу, я проснулся уже, немножко поспав с утра, другим человеком. Ну, можно сказать, я стал графоманом в каком-то плане, потому что вот это вот стало вот каналом. Поэтому, с одной стороны, шла дневная жизнь, такая, я был, как и все аспиранты, легальным марксистом, сдавал экзамены, читал Маркса Энгельса. В то время в Институте психологии, философии, вернее, были, ну, такие люди, как Генрих Степанович Батищев, Мираб появлялся еще в Москве, читал лекции Мираб Константиновича Магдашвили, и была какая-то возможность с ним взаимодействовать, слушать ее блестящие, совершенно визионерские инициации в мир подлинной философии и мысли. Эрик Соловьев что-то пытался говорить альтернативное, был, конечно же, меня-то меньше, намного привлекало, московский металлогический кружок Щедровицкого, то есть вот такие формально-логические вещи, поэтому я как-то там не остановился. Ну и, конечно же, был юный и молодой еще тогда Валера Подорога и Миша Рыклин, которые тоже блистали и на философских школах, очень ярко проявлялись как оригинальные, совершенно независимые, тогда уже вот для нас, молодых аспирантов, люди, которые говорили свое, аргументировали, и самое главное то, что было за словами, то есть видение, философское, для меня это было уже, в общем, играло колоссальное значение, то есть настоящая философия, не марксистская. Поэтому вот такая вот двойная жизнь, как для многих людей тогда происходила, с одной стороны, это совершенно глубокая и несоветская вещь, транспарсональная психология, духовные традиции, которые меня стали тоже интересовать, там, тибетский буддизм, а с другой стороны, вот, жизнь в институте философии. Ну, худо-бедно там происходили еще разные ситуации. В 92-м году я с Виталием Николаевичем Михейкиным пропутешествовал в Бурятию, нам очень хотелось, будучи аспирантом, нам очень хотелось встретиться с реальными знатоками буддизма, а это были ученики Бедии Дандаровича и Дандерона, в то время только Юрий Лерик был учеником Дандерона Дандерона, был как раз вот тибетский, бурятский тантрический лава, который первый из бурят стал обучать реальному буддизму европейцев. Среди его учеников Пятигорский, Александр Боисеевич, ученик Дандерона, Болкова, Ктебрина Федорова, Линард, Мяяль, и все, кто знал буддизм, Маргарита Лебедили, в те времена, и даже индийскую культуру, санскрит, как и Ктебрина Федорова, они были причастны как раз ученикам Дандерона. И поэтому нам вот хотелось присоединиться к истокам. Мы полетели туда, официальное прикрытие были рейховские чтения в бурятском филиале Академии наук, и оказалось, что в это время приехал Далай-Лама в Бурятию. Это был второй визит Далай-Ламы, три дня он давал учения, и это было, конечно, необычайное событие. И мы пошли в Иболбинский дацан, конечно же, и приехал Далай-Лама, и сразу стал здороваться с людьми там в Бурятии, и к нему подходили как к Богу, мордоворота телохранителей защищали его святейшество, но он смеялся, хохотал, махал руками, и я издалека там помахал ему руку, и вдруг смотрел, он машет мне в ответ. Я не поверил мне, и в ответ он, да, да, тебе, и захохотал еще больше. Это тоже было такое очень значимое событие. И потом на следующий день его святейшествовал давать объяснение, посвящение учения Авалакитешвары, тысячерокового воплощением которого он считается, это бодхисаттва сострадания, тысячерок, это тысяча, символизирует бесконечный тысячерок, тысяча способов оказания помощи, перспективе бесконечности. И Далай-Лама считается воплощением этого бодхисаттва Авалакитешвара. И это было очень здорово, но он говорил по-тибетски, переводили на бурятский. Ни того, ни другого языка я не знал. И поэтому, конечно, в большей части я глазел на все происходящее, потом его святейшество закончилось, стало все 10 тысяч человек, которые участвовали, 5 тысяч примерно это переодетые бабушки и дедушки бурятские, и 5 тысяч переодетые ГБшники и милиционеры. Там необычайно были просто меры предосторожности. И вот они вся процессия, это двигался в мимо Далай-Ламы, и он им эти шнурки, которые обозначают посвящение, им давал. Мордовороты оттаскивали бабушек и дедушек, которые на него смотрели как на живого Бога. А я смотрел на всю эту ситуацию, и Далай-Лама был с теми, кто подходит, с теми, кто с ним, с теми, кто уходит, с их горем, которые оттаскивают из живого Бога. И вот я смотрел, 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 а потом вдруг понял, что я уже не стою, а лежу, рыдаю и там скребу землю. То есть меня пробило. Я как-то вот на другом уровне почувствовал, что такое безмерное сострадание, которое воплощает Далай-Лама. Это, наверное, было очень значимое тоже для меня переживание и событие. И подтверждением этого был для меня очень важный сон. Мы с Виталием Николаевичем сняли у одной бурятки диван у двоих в деревне имени Сталина, где находятся и волгаринские пацаны. До сих пор, когда мы были в 82-м году, я сейчас не знаю, деревня носила имя имени Сталина. Потому что когда-то, в 20-е годы, Сталин все разрушил, и все хлам в лагерях, а потом, когда началась война Священной Великой Отечественной войны, он стал восстанавливать храмы всех традиций, в том числе и буддийские. Построен был и Далбинский датсан, и древняя, возле датсана деревни имени Сталина. Лучное название. И вот ночью мне приснился сон, о том, что моя голова была отрезана и переместилась на теле, оказалась на теле Виталия Николаевича Михейкина, он такой вот с таким животиком, а его голова с большой седой бородой на моем теле. И мне было это интересно и комфортно. Моя голова на его теле, его голова на моем теле. Я похлопал по большому животику себя. И помню, какой-то легкость и смех был у меня внутренний от этого сна. До этого, много лет, мне снился сон ужасный. Он начался у меня с детства, с тех пор, как мне прочитали Руслана Людмила. Я этот сон осознал об этой отсеченной голове и мече, который под ней. И я жутко боялся потерять голову. Отсечение этой на уровне метафорическом потерять голову, на уровне физическом. Но вот после посвящения Вала Китешева и просто я вот рыдая обнимал землю, кошмарная сна на эту тему и страх, который мне пронизвал, когда я даже в фильмах смотрел вот эти сцены с отсечением головы, полностью исчез. Но это вот для меня тоже очень значимое событие, я им делюсь, потому что оно говорит мне о том, что пути, во-первых, исцеления неиспобедимы, как и пути Господни. И оно стало таким одним из фундаментальных переживаний в том, что я впоследствии развил как изначальная психотерапия. Или психотерапия до психотерапии, до Бройера и до Фрейда. То есть я задался вопросом, как на протяжении тысячелетий люди справлялись со своими проблемами. И открыл и описал девять видов изначальной психотерапии, которая пронизывает всю историю, всю культуру, и которая является основой, я в этом убежден, мастерства любых действующих великих психотерапевтов. Книга, я надеюсь, в следующем году выйдет. Вот худо-бедно, я штрихпунктиром пробегусь тогда, вот поэтому наступила перестройка, стало возможно путешествовать. Было интересное событие, важное. Яков Маршак, внук Суила Яковича Маршака, тоже член нашего подпольного трансперсонального кружка «Контекст», работал в офисоведном центре психоиммунологии у профессора Белкина, и он рассказал ему о трансперсональной психологии. Белкин очень этим заинтересовался и вызвал наш с Виталием Николаевичем Михейкиным. Мы рассказали ему, дали книжки, и через месяц он звонит мне, говорит, «Володя, срочно приезжай, я только что вернулся из Америки, я вижу Грофу». Но я не мог сидеть, я поехал к нему. Он выложил книгу «The Adventure of Self-Discovery», выложил записи, кассеты, сказал, «Музыка для колотропного дыхания, главный Кристина Гроф, изучай, делай, проводи в центре у меня колотропное дыхание, обязательно». Но я проводил уже нелегально, как только с Яшей Маршакомой, сам для себя, он потребовал, чтобы я это изучил. Он был у Грофа в Америке и хотел сделать это в России. Впоследствии я узнал, что Белкин был не просто доктор медицинских наук, а рядовой психиатр и директор, крупнейший в Советском Союзе специалист по переделу пола, то есть девочка, где он мальчик, мальчик, где он. Он имел еще одно очень важное измерение в жизни, он был тайным психоаналитиком, полиции как процесс. Поэтому у него были неограниченные возможности. в плане легализации и использования любых методов, которые могли повысить, помочь вышестоящей верхушке. И поэтому очень скоро, на следующий год, да, я провел сессию на тупом дыхании, были потрясающие результаты в Центре психоиммунологии. Участвовал три профессора психиатрии и 40 человек там персоналов. Я сам был тоже поражен всеми эффектами. И Белкин пригласил через год, в 89-м году, Грофа. И все табы и все ответы на приглашение Грофа были сняты. Он когда-то покинул Чехословакию и не вернулся туда. Он был не въездной в весь социалистический лагерь, а Белкин организовал им приглашение от Министерства здравоохранения СССР. Вот на каком уровне все это было. Вот тогда состоялась моя встреча с Грофом. И Гроф пригласил меня в Америку учиться, пройти у него программу Гроф Трансперсал Тренинг. Профессионально освоить холотропное дыхание, трансперсиональную психологию. И я отучился там с 90-го по 93-й год. Но в 90-м году было еще одно событие. Мы образовали в Москве Всесоюзную Ассоциацию гуманистической психологии, где я был вице-президент ответственный за трансперсиональное направление, а Слава Цапкин был вице-президент ответственный за гуманистическую психологию. И вот мы двое были избраны обучаться по программе Enterprise Development Program в Сан-Франциско. Это программа, где 400 советских молодых специалистов обучались бизнесу современному в разных областях. Только двое, я и Цапкин, изучали бизнес в психологии. И поэтому два месяца мы провели в Америке с очень насыщенной программой. Мы посетили все важнейшие центры трансперсиональной гуманистической психологии. Были в Институте Салэн, на Исткост, на Весткост. Участвовали в ежегодной конференции гуманистической психологии. И я даже был на семинаре по тибетскому буддизму с Намхаем Нарбута. Можно было варьировать. Я познакомился во время этого визита с Робертом Гиллсом, Джеймсом Буджентарном, Роллом Мэйем, Фриттифом Капрой, книгу которого я впоследствии издал, Теренсом Маккеной, книжкой которого потом я тоже две книжки тоже издал, и Арни Минделлом, на семинаре которого в Восолене я тоже попал. Я был поражен, я пригласил их в Россию. И вот, собственно говоря, какие-то вещи завязались в те времена тоже. И вот, вернувшись в Москву, вот, будучи уже еще обучаясь у Грофа, я очень захотел поделиться этими знаниями, опубликовать книги Грофа. И организовал перевод книжки «За пределами мозга» «Beyond the Brain», в 85-м году эта книжка вышла, и стал ходить по издательствам. Какие у нас тогда были издательства? Политезда, мир, наука, прогресс. Во все эти издательства я ходил. И главреды, ответственные за направление, очень продушно принимали меня, интересовались, но через какое-то время я получал отказ. Время публикации таких книг еще не пришел. Люди просто-напросто боялись. Формата не было, это было слишком смело. И вот в отчаянии, да, надо сказать, что после института философии, несмотря на то, что я был конкурсным аспирантом, то есть я поступил в институт по конкурсу и должен был быть оставлен там. В силу истории, вот с Далай-Ламой, меня там переписали ФСБшники, меня потом вызывали на Лубянку на допросы. Пытались понять, зачем я туда езжу. И поскольку я отказался косвенно так сотрудничать и стучать, Александр Сергеевич, человек, который вел меня, пообещал мне, что я опять не защищу диссертацию и нигде работать не смогу. Ну и так и сбылось, в общем-то. Мне даже шеф, несмотря на то, что я первый написал аспиранту диссертацию, сказал, подожди, Володя, защищать, сейчас еще не время. Не нужно защищать диссертацию. И на работу я тоже не устроился. Я ходил, наверное, помню, кафедр 15, наверное, из института меня выкинули. Обходил, но несмотря на то, что у меня были нормальные публикации, диссертации, все это показывали, через некоторое время мне говорили, что извините, мы не можем. И вот в итоге я оказался в журнале «Природа», в гуманитарном отделе. И туда тоже приходили. Но курировший гуманитарный отдел Александр Сергеевич Федоров, который всех академиков звал, Васька, Ванька, Петька, Запонебратский, он курировал гуманитарный отдел. Я ему чем-то понравился. Он сказал, нехай молодой там, то да сё, пускай работай. Я за ним присмотрел. И вот так мягко он за мной присматривал, и я опубликовал различные гуманитарные. Для меня это была возможность как-то кормить семью там. В гуманитарном отделе заведовал пять лет журнала природы. И там даже вот статью Мираба, я помню, опубликовал «Сознание и цивилизация». Это тоже была эпопия, потому что вся редколлегия передресталась, никто не хотел поддерживать. И пришлось организовать рецензию Фролова, после которой статья наконец-то была опубликована. Это 87-й или 88-й год, но тоже тогда было лихое время. И когда, в общем-то, всё изменилось, где-то в 88-м году, по-моему, я всё-таки защитил свою диссертацию в Институте философии. И в 89-м году, я на полставки сперва, а потом уже в 90-м полностью вернулся уже старшим сотрудником в Институте философии на Ставку, где по дыне работают. Вот такая история была с Далай-Ламой и ККБ. И когда я ходил по мукам, у меня, конечно, был какой-то опыт большой уже к тому времени редактирования текстов и понимания того, что такое журнал, но у меня была аллергия одновременно к издательскому делу. Я не любил этим заниматься, не любил редактировать. И мне пришлось этим заниматься, потому что выхода не было, у меня было горячее желание этим поделиться. И в конце концов я пошёл ва-банк, я занял у знакомого бизнесмена, сочувствующего, 9 тысяч долларов по тем временам, 92-й год, это колоссальная сумма, колоссальная просто. И было издано вот это вот издание, 82-й год, первое издание книжки «Запротирование мозга». Тиражом 9 тысяч экземпляров, по-моему. И, к счастью, 10 тысяч экземпляров, книжка была принята хорошо читателями, продалась достаточно быстро, я смог вернуть долг, и остались деньги для продолжения. И вот я стал потихонечку эти деньги тратить на следующие книги, на то, которые мне казались интересными. Были изданы вот из «Человеческого бессознательного», были изданы такие вещи, которые сейчас, не знаю, как возможно издавать Теренса Маккена, которого я лично тоже очень хорошо знал, «Пища богов» и «Истегаллюцинации», описывающие фундаментальный визионерский опыт, связанные с Грибани, с Айахуаской, и философия этого дела, самое главное, очень мощный мыслитель-визионер. И вот так, собственно говоря, потихонечку дело пошло, и к настоящему времени свыше 80 книг я издал. Вот некоторые из них здесь представлены, эти странички этой истории. Как-то вот потихонечку, само собой. И, в общем-то, это позволило постепенно сформироваться в таком вот бэкграунду, то есть такой вот референтной интеллектуальной зоне, с которой можно было соотноситься. Люди соотносились, философы, антропологи, психологи читали. Многих это интересовало, отдельные моменты. И это способствовало тому, что люди стали самоопределяться как люди, которым интересно транспарсональное направление. И постепенно это готовилась почта. В 1999 году была создана ассоциация транспарсональной психологии и психотерапии. Я вот до последнего года был президентом этой ассоциации. Вот недавно я сложил полномочия. Просто надоело уже. Ее надо молодежь продвигать. Вот. Ну и сам я тоже осмыслял то, чем я занимаюсь. Был издан вот такой учебник «Транспарсональная психология». Такой вот в серии, которую я издавал ВСТ. И потом на основе этого учебника намного расширенная версия двухтомник «Транспарсональный проект». Первый том – это мировые транспарсональные проекты. Второй том – российские транспарсональные проекты. И как-то вот такие наиболее важные веки того, что это такое, транспарсональные проекты в истории человечества, я попытался прояснить. Потому что мне самому было интересно понять специфику транспарсональной психологии. Как и почему она возникла именно в те годы, которые были одновременно годами контркультуры, годами рок-революции, годами психоделитской революции, годами, которым предшествовали битники и хиппи. И это все вот как-то укладывалось в большое такое паломничество страны Востока, которое когда-то вот открыл Герман Гесса в известном своей работе, которое так и называется «Паломничество страны Востока». И в конце концов, мне кажется, я понял, что транспарсональная психология является выражением на языке психологии вот этого духа времени, который тогда вот через выступления с Артартом в Париже, через свадки студентов, через пламенный рок, через жизнь битлов, там они полгода прожили у Махариши Махеш-йоги, изучая трансцендентальную медитацию и принимая ЛСД одновременно, и назад вернувшись, принесли моду на индийскую музыку, на ситары и так далее. То есть вот большой интерес, который возник к Востоку, на культуре Запада, к восточным учениям, к буддизму, к индуизму, к дастизму, на уровне поп-культуры, массовой культуры, и на уровне философской культуры. Хайдегер, как мы знаем, там очень серьезно сотрудничал с Судзуки, изучал дзен-буддизм, и эти темы его волновали. И не один Хайдегер, но ряд других ключевых философов уделяли большое внимание Востоку. И для меня Восток тоже, как эти темы возникали в трансперсональной психологии, тоже много значили. И постепенно я вот определил для себя трансперсональный проект как совокупность знаний и практик о том, как достичь свободы, если емко, как трансцендировать наличное существование и ограничения, выйти в это пространство трансценденции и имманентности одновременно, то есть полного контакта с ситуацией, и полной свободы от любых обуславливающих факторов связанных с ситуацией. Вот такие вот утопические совершенные идеалы, которые здесь присутствуют. Программа «Такая Макси» у меня весьма и весьма была интересна и создавала такой драйв. Есть просто нет прием для детального описания такой трансперсональной антропологии и человеческой ситуации с точки зрения трансперсонального подхода. Эта тема тоже требует как бы специального такого изложения и введения. Я могу ее только обозначить, что вот эта тема есть и она весьма значима и решающую роль в понимании человеческой ситуации, я считаю. Трансперсональная психология удалось, и вот совокупности исследований, знаний, визионерского опыта, пилот-проектов удалось внести, потому что без этого, абсолютно без включения духовного опыта, религиозного опыта, шаманского опыта, мистического опыта, опыта измененных состояния сознания, наша картина мира будет убога, обрывочно, неполна, мы ничего не поймем в рациональности, мы не поймем конструируется общепринятая реальность, общепринятые философские дискуссы. Это ключ к пониманию, в том числе и природопилософского мышления. Для меня, по крайней мере. Поэтому я думаю, что по ту сторону добра и зла, вот это направление, которое было начато Ницше, и продолжено, в общем-то, это магистральная тема, наверное, философии 20-21 века, это видно по тому влиянию, который ключевому, который оказал Ницше на всех, наиболее интересных, новаторов философии, наверное. И вот эта вот устремленность к свободе, к преодолению, к пониманию предельных смыслов, и к пониманию тех ограничений, которые держат нас, и которые были обозначены Ницше первоначально как мораль, и так далее, и последствий как тело, как власть, как субъект, и много других тем. Она, наверное, является ключевой, но без понимания предельного опыта, его языка, его структуры, без понимания роли необычных состояний сознания, без понимания того, что через необычное состояние к нам приходит новизна в этот мир, что все, что мы видим вокруг, создано человечеством в необычных состояниях сознания. Все абсолютно. Все было когда-то новым, то, что сейчас является основой этого мира. Мы, конечно, ничего не понимаем. И для меня это очень важно. И это я пытаюсь развивать и в своих работах, и в своих курсах, которые я считаю в институте психоанализа. Я заведую кафедрой 5 лет. В этом году был выпуск. У нас 16 дипломников. Сейчас магистратура по транспорциональной психологии. Так что интересных работ и забот хватает. И есть люди, которые интересуются этим профессионально. Ну, что еще сказать? Кроме книг, я также не желая абсолютно, не думая об этом, стал постепенно одним из известных ведущих. Вот я закончил у Грофа. Гроф про цепорт-сон-трейнинг. Освоил холотропное дыхание. И в России оказался большой спрос на психологов, психотерапевтов на эти вещи. В помещении 12-й больницы психиатрической на Войковской я начал семинар в 92-м году вести по холотропному дыханию. И, в общем-то, до сих пор веду по разным практикам, связанным с дыханием. Сейчас все намного шире. У меня даже был конфликт с Грофом из-за понимания дыхания. И я стою на своем, потому что считаю, что никто не имеет монополии на истину. Да, и оно только в диалоге, в дискуссии раскрывается. Но, в моем понимании, вещей, связанных с дыханием, мне кажется, оно сейчас очень серьезно углубилось по сравнению с тем этапом, который был, когда я занимался холотропным дыханием. Эти вещи продолжаются. Но также я считаю много курсов по специфическим проблемам, по транспарциональной антропологии, по, например, один из спецкурсов восточной и западной теории личности. Но в этом спецкурсе я занимаюсь тем, как делается личность, какова типы субъектности, то есть как они возникают, потому что опыт транспарциональный, знания, скажем, древнейших психологических систем, возникших до психологии, таких как Апхидхарма, где описывается 17 уровней творения мира, например, до ситуации, где возникает привычный мир, субъект, объект. А также большой опыт работы с клиентами, как психотерапевт. У меня там все легальные, наверное, психотерапевтические, российские, европейские, всемирные существуют, то есть я много профессионально занимался и также здесь, и есть какая-то практика. И здесь вот я продолжаю вести семинары, хотя, в общем-то, я честно скажу, я никогда, будучи членом Московского подпольного кружка, занимался, исследовал, мы практиковали что-то для себя, но я никогда не думал, что когда-то я буду востребованным достаточно специалистом и семинаристом. Никогда не думал, что я буду психотерапевтом. Мысли такой у меня не было, но я этим успешно занимаюсь. И, наконец-то, я никогда не думал, что я буду заниматься кино. Но вот в 2006 году я познакомился с Эдуардом Сагалаевым. Из этого знакомства выросла дружба крепкая. Сагалаев имел тогда такой очень мощный опыт, которым он хотел разобраться. И мои знания как-то помогли ему в этом разобраться. И он предложил, мы здесь сделаем что-то интересное, фильмы. И вот так возник проект «Мистические путешествия» с Эдуардом Сагалаевым. Мы сняли шесть фильмов. Вот здесь, на этом диске, четыре первых фильма. Первый фильм о Грофе и Глотрухном Дыхании. Второй фильм о Варанасии и индийском ритуале смерти. Третий фильм о Кумбхамеле крупнейшей религиозной церемонии мира. И четвертый фильм об индийских учителях. Пятый фильм о Поптиной пустыне и русских святых. Шестой фильм о Хансруде Гигере и о его уникальном видении мира. Мы снимали в замке Гигера в Швейцарии в Бриэле. В общем-то, многие идеи фильмов и сюжета и герои для фильмов я добывал. То есть, я был не просто научным консультантом, а вот еще таким нетвокером, который все соединял, подсказывал там. И мне это было очень интересно. Но хотя в результате я испытывал очень глубокое разочарование от системы телевидения, от редактирования. Я вижу, зная материал, который вошел в итоге в фильмы, вернее, зная результат фильма и материал, который был, я вижу, что было много путей обращения с этим материалом совершенно иначе. И об этом, скажем, тот вариант, который сделал фильма Джерис Рос, с которым мы поначалу снимали, Александр Астаргоев из Ростова-на-Дону. Он, мне кажется, это намного интересная версия, чем то, что он в конце концов вышел на ТНТ. И вот, будучи, имея такой горкий опыт, свой большой проект, я решил все-таки делать самому, без телевидения, за свои средства и спонсорские средства тех людей, которые мне в этом проекте будут помогать. И в этом проекте мне было интересно исследовать предельный опыт через диалоги с крупнейшими в мире экспертами к предельному опыту. То есть, прежде всего, конечно, лидерами, мастерами транспорциональной психологии из мира науки, людьми, которые глубоко знают науку, хрантовую физику и вышли за пределы обычных, то есть, горизонтов. Как бы, современные вернеры Гайзенберги. Есть несколько человек, которые очень глубоко знают собередную науку. И я все еще ее немножко знаю, потому что физтех все-таки во мне живет. А также люди из мира искусства, художники, музыканты, вокалисты, люди из мира арт, которые заныривают в глубину и делают это неограниченно. Искусства которых, мы могли бы сказать, духовные, в их искусстве есть дух. и также мастерами различных традиций, духовных традиций. Лудизма, суфизма, христианства, индуизма и так далее. То есть, вот, дасизма разных традиций и школ. И мне удалось на настоящее время около 80 интервью пока снять. Это каждое интервью в среднем от одного до двух часов и некоторые даже больше. И я поговорил о предельном опыте, о цели, смысле, о причинах счастья в измененных состояниях сознания, о проблемах главных человеческих, о том, что мешает нам развиваться, о путях развития эволюции. Вот такой колоссальный видеоархив, который я опубликую и после того, как фильм сделаю. Я бы мог это сделать сейчас, у меня все интервью транскрибированы зарубежные, но просто в этом случае будет сложнее показать фильм по федеральным каналам, а у меня есть такая мысль. Все-таки этот фильм показать, готовый фильм. Так что, вот этот проект, который я делаю сейчас, также много я занимаюсь с музыкой. Это тоже одна из страсти моей жизни. Мой папа был оперный певец, тенор, драматический. С детства я слушал оперу, музыку и такая чувствительность к голосу и вокальному голосу у меня очень высокая с детства. И обучаясь игрок, я опунулся в мир фантастически этнической музыки и просто влюбился в нее и очень серьезно стал этим заниматься. Этнической музыкой подружился в России с музыкантами. собрал колоссальную коллекцию дисков в разных странах покупая. И очень серьезно стал заниматься йогой звуком, мистическим вокалом, музыкальной терапией. Так что здесь тоже вот такая моя экспертное знание и хобби, и страсть, и увлечение и так далее. Тоже как-то все это возникло и все это в совокупности примерно есть то, что для меня трансперсональный проект. То есть это не только антропология, человеческая ситуация, в другом измерении, не только на языке классической философии. Это интересно, но этого мало. Но это еще все материалы, которые предоставляются искусством, духовными традициями, трансперсональных психологий, которые раздвигают границы, которые позволяют нам понять реальный масштаб в том числе и человека. Вот для того, чтобы не только говорящие головы или... Я покажу кусочек тизера фильма, который вот сейчас делается. Что такое просветление? Вот фильм, который я сейчас снимаю. Наука искусственной духовности. Это на коленке вступление сделано, так что нужно осуществить. Английский все понимают? Хорошо? Потому что у меня есть там с субтитрами версия. с субтитрами было. Сейчас я накушу. Давай субтитры. Это были субтитры? Серьезно? Я читала. Это заедало? Кажется. Я вам, конечно, ничего не уверена, после неожиданности. Юлий Ресл искусственно занимается тем, что он проснулся в человеке. Вот что-то. Вот что-то. Да, субтитры сейчас я могу субтитры. Субтитры. Вот это вот. Там, где английский есть субтитры, капельницы. Вот это вот. Земля из космоса это, кстати, для меня символ транспорционального проекта. Потому что, когда впервые искусственный спутник Земли эту фотографию показал, где мы, смотря на эти фотографии, находимся. Где? Мы находимся в космосе. Позиция наблюдателя, который смотрит. Поэтому все человечество было выстрелено в космос. И вот парадигмальный сдвиг, который произошел незаметный, малосмысленный состоял в том, что вот такая возможность была это возможно. Парить и смотреть спичь его полета. Это вещь фундаментальная. И необратимая. If you go somehow all the way into these experiences, the message will be mystical. It will be sort of all-encompassing. It will be universal. Искусство занимается тем, чтобы проснулось в человеке вот что-то что-то высокое. Мастер, взрослый, который был на фейнбергу. Реал-наджер, перфектив, консисион of individual is beyond limitations, beyond the time and the space. So then that could not correspond with our mind. Compassionate attitude is the actually the best way to to achieve individual happiness. Для меня искусство любое является игрой которая как бы отвлекает меня от мысли о смерти. Ремейнг в своей природе в этой природе это что-то что-то натуральным. Это что-то что-то beyond effort. Мы не нужны чтобы установить определенный путь или определенный процедур в которой мы в этой природе. Эта природа просто превратится our own awareness how normally we are living. I know that enlightenment is person психология I'm speaking. I am trying to get enlightened but I don't want to be enlightened because I won't be there. I think many of them must have enlightenment because it was living in this present moment through gratefulness. Gratefulness was the practice in the West in general I think before all these other spiritual practices came. becoming yourself very simple verse you become yourself you are face to face yourself you are the beginning you are the end you are the human being you are the self you are the being you are the God this being into your experience is a excitement nothing more than that humans in we in our unfolding share the cosmic impulse to disclose more and more of this latent divinity будьте с Богом не нервнешь не ругайся не судите никого не надо не надо вы милики родники любимые вот так жизнь пойдет нормальная I was going through a tunnel in my head I was in a dark tunnel but I was going toward the light so I saw my life now had direction ты к какому то моменту приходишь к точке когда ты уже не можешь потратить это известный наш повесел прогноз который перевелся в третий текст то что у тебя есть а если ты еще пытаешься делать это осмысленно заниматься осмысленно деятельностью ты выясняешь что ой мамочки мои может зря я ввязался в такие игры ценности присваивать никому принадлежащие во всей этой вселенной очень известный ученый я должен изобрести свой язык я должен изобрести систему своих ценностей я сам должен создать свой мир если я когда-то я представил Вадима Герчога и его книжку издал самоосвобождающаяся игра это Минделла которых я тоже много не знал с вашим глубоким своем как я просто показывал позволяющий себя двигаться это телескопер это я на сегодняшний день вот у меня такое сочетание беспощадного реализма с беспощадным романтизмом беспощадный реализм я знаю как это устроено я знаю все эти внутренности что я делаю outside должен также помогать в моем inner work министр Индии Махараджа Кашмира который 15 миллиардов долларов миллиардов да отдал индийскому народу интересный человек вот это такой проект и какие-то кусочки на то время когда он создавался сейчас намного больше интервью скажем здесь чарльз старт крупнейший специалист по измененным состоянием сознания литар экономист архитектор евро например гернар литар с ним интервью тоже о той экономике которая оптимальна для того чтобы человечество развивалось какова должна быть система ральф мэнснер один из патриархов национальной психологии раджир галал покойник дэву премал мартин хоффман художница визионер жена Роберта Виноза швейцарик с ней беседовал Сильви Накаш тоже очень интересный человек певица удивительная она мастер йоги звук и мы с ней беседуем гимн царасвати она поет богиня искусств то есть вот кто-то из этих людей стал очень хорошим другом с Майклом Хагнером известным шамановедом я беседовал в этом феврале и он рассказал удивительные вещи например у Карлоса Кастанеде он является грёстным отцом Карлоса Кастанеде в своё время молодой Карлос Кастанеде пришёл на его лекции потом попал к нему в дом стал рассказывать о колдуне Дуне Хуане с которого он исследовал который там занимался чёрной магией и лекарственными всевозможными практиками и Хагнер поощрял его записывать рассказы рассказывать новые собирать и потом нашёл помог обработать книгу нашёл издателей и вот так вышел первый тот в Кастанеде и следующий но начиная с четвёртой книги как говорит Хардер Кастанеде полностью брать связь с реальностью там уже фантастические вещи попал в другой мир мир сновидений интересные вещи мне рассказал Грохова об одном нескоро с Кастанеде Стэнли Крикнер много интересного материала много интервью с пионерами трансперсональной психологии много любопытных проектов здесь иногда всё и дальше вопрос спасибо огромное Володь вот у меня сразу напрашивающийся вопрос нет ли здесь некоторого противоречия вопросов на самом деле куча некоторого противоречия не является ли опыт трансперсональной психологии всегда единичным так что название трансперсональной психологии неизбежно должно распадаться на различные вариации одно дело у Гроха другое дело у Кастанеда третье дело у Минделла четвертое пятое десятое не является я перефразирую опыт философии единичным что неизбежно будет распадаться на философию Хайдеггера философию Фуко Бланшот и так далее скажи пожалуйста да да но тем не менее вот я вспоминаю одно место из лекций что такое философия Артега Гассета человек имеет мистический опыт он возвращается после подъема на священную гору или спуска на священную ущелье возвращается к тебе и говорит не могу тебе это передать это священное условно говоря вот в философии по крайней мере происходит попытка передачи устно-языковой традиции в профессиональной психологии не является ли многое зависит от телесного опыта понятно тут я несколько утрирую несколько там шаржирую но тем не менее вот это телесное свершение которое также важно чрезвычайно философии тем не менее есть императив предъявления в каком-то условно говоря открыто для понимания дискутирования фальсификации верификации открыто для многих психологов в области трансперсональной психологии есть общие места где могут встречаться разные люди возможные понимания между человеком с опытом и человеком без опыта допустим может быть эта конкретная ситуация человек с опытом и человек со светлыми мозгами со способностью чувствовать и понимать но не имеющий какого-то предельного опыта как возможно возможно передача опыта человеку не имевшего такого опыта в такой вот учебной ситуации такой вопрос я этим занимаюсь много лет и на семинарах и в рамках профессиональных программ работы со студентами в обычном состоянии в обычном коммуникативном поле и в общем-то существует в транспорциональной психологии это же не является романтическое представление о том что это какое-то что-то запредельное это как раз наука психологии предмет который шире включить и попытаться и конечно же эта вещь безусловно конфликтная потому что старые методы на новом поле новым предметным не работают нужно каким-то образом включить измененное состояние сознания расширенную реальность сформулировать представления но есть несколько успешных попыток если я показываю в своих работах о том что в основе лежит человеческая ситуация и понимание ее с точки зрения трансперсональной расширенное понимание и существует порядка пяти наверное фундаментальных в настоящее время школы трансперсональной психологии которые по-разному вот как и слепцы которые в известной притче слона ощупывают слон это столб канат который за хвост нет что-то такое большое гибкое четвертый слепец ухи трогал нет что-то такое как кожа шелковистая которая колебится существует эта ситуация общая для любого предмета который является глыбой если мы слепцы если это что-то новое действительно и выходит за пределы наших представлений нашего опыта поэтому существует порядка пяти фундаментальных направлений того как все это дело рационализировать как это делать умопостигаем это коротко есть предельная ситуация человеческая предельный опыт и значит есть подход группа который грубо говоря говорит что без измененных состояния сознания мы ничего не поймем и главное здесь измененное состояние сознания необычное состояние сознания понимание у него построена вся история человеческой цивилизации культурология феноменология подробное описание картографии этого мира соединены с картографиями которые в человеческой культуре мы можем найти там с египетской книгой мертвых там с майянской книгой мертвых там с религиозными текстами всех традиций то есть вот такая вот получается ткань дело юнга так продолжается в этом направлении и второй подход тоже фундаментальный очень интересный это кинг это такой серединный путь я бы сказал то есть нахождение в центре аналитика серединного пути билбер исходит из того что существует четыре фундаментальных дискурса в истории человечества дискурс первый связанный со мной я грубо говоря местоимение я которое оказывает на внутренний мир дискурс связанный с нами мы вот мы сейчас сидим здесь в библиотеке и есть некое пространство общности мы дальше дискурс связанный с миром материальным который пожалуйста везде стол стул пол москва материальный мир и дискурс связанный с множественностью материальных объектов с множественностью субъектов системы и вот четыре местоимения которые это обозначает я мы он и они и мы можем найти их во всех языках в мире я главный инструмент интроспекция мы смотрим в себя и коммуницируем об этом я чувствую то мне такие мысли такие смыслы понимают и так далее вот все что связано с этим в мире мы главное понимание герменетика основная дисциплина в этом мире коммуникация в пределе от бубера я и ты другой темы и так далее все что связано здесь в мире он объективный мир да это классическая наука фундаментальная наука декартовская система координат где бог спрятан в концепцию абсолютного пространства и абсолютного времени объективный ничем не ограниченный наблюдатель декабрь и нитон это возможность соответственно делать эффективное измерение и в мире множественность это теория системы теория социально-философской Маркса и любых других теорий систем которые можно найти любая истина да в каждом мире свои уникальные дискурсы свою уникальная политика истины свои уникальные дисциплины сложившиеся дисциплины в настоящий момент которые в этом мире работают феноменология не является интерспективной дисциплиной не является академической наукой типа физики и не является социологией это разные дисциплины они связаны со спецификами различных миров которых они оперируют вот вебер внес эти представления он сказал что в таком случае какую позицию должен занимать исследователь который хочет знать истины он должен быть в центре избегать любых крайностей любых изм любых быть в центре объять все это вот такая экспликация современная нагарочная серединного пути в буддизме очень продуктивный вид чрезвычайно что оно не местоимение проект это местоимение оно там даже не местоимение там центр находится где это будет центр если я могу сказать очень просто центр должен быть вовне центр здесь это мир я это мир мы это мир он это мир они здесь внутреннее здесь внешнее здесь единичное внизу множественное это внутренне единичное это внутренне множественно внешне единичное внешне ножество как основа первоначально классификации в интегральным подходе финновилдера то есть и дальше начинается такая вот то что называет интегральной операционной системой то есть вот и каркасом который должен владеть современный мыслитель который идет чтобы избегать крайности Он выстраивает, очерчивает, и получается такая очень интересная концептуальная вещь. Это вторая школа в транспорциональном проекте. Третье направление – это путь Минделла, процессуальный подход, который тоже очень глубок, очень интересен. Я считаю, что это одно из самых продуктивных и интересных направлений психотерапии, психологии, как с точки зрения теории, как с точки зрения практики. Я много лет этому отдал, издал все книги и организовал все семинары Минделла. Сам 14 лет учился в программе дипломной. Это западная программа, там все критерии супервизии, личной терапии, все проекты дипломные, экзамены, все это я издал. Так что тоже много достаточно усилий. И в общем, я знаю, о чем я говорю. Ты получил паст, ты сертифицирован? Нет, мне нужно диплом сдать, и сразу я получу сертификат. Нужно перевести вот то, что у меня сейчас сделаю, когда я это тогда получу. Больше препятствий нет. И подход Минделла – это одновременно абсолютная трансцендентность и абсолютная иммунитность. Это следование потоку, это современный даосизм одновременно. То есть это еще одно. И четвертый вариант – это теория о состоянии сознания Чарлза Тарта. Очень мощная тоже конструкция. Пятая – это Майкл Мерфи, книжка его тоже издавала. Это тысяча страниц, книжка называется «Будущее тело. Исследование экстремальных способностей человека». Это такая вот энциклопедия экстремальных проявлений человека. Экстремальные способности любить, экстремальные способности чувствовать, экстремальные способности физически, экстремальные способности эмоциональных. Все запрофотографировано, изучено, попытка понять смысл всего этого. То есть тоже очень-очень важный архив. Ну и можно там еще парочка так менее влиятельных направлений упомянуть. Ну и плюс современные вещи – российская школа, европейская школа, латиноамериканская школа. Сейчас как бы нет контекста и необходимости все это озвучивать. Это долгий процесс. И поэтому мы можем уже говорить не просто о какой-то невразумительной попытке, где каждый по-своему там говорит о предельном опыте. В данном контексте нет необходимости мистический опыт использовать слово, которое может быть неправильной ассоциацией. Это предельный опыт. Выходящий за пределы обычного, вообще принято реальность. Для каждого он свой из их технологий, которые припельмливают нам. А роды – это предельный опыт? Конечно, конечно. Это события, которые случились, роды, смерть, любовь. Преживает предельный опыт? Конечно. Оргазм, война. Да. Это все предельный опыт для нас. И трансперсональная психология дерзнула изучать это. И переделывать психологию, как психологическую науку. И очень многое сделано в плане экспериментальных методов. Мои студенты там все-таки дипломы защищают в России. И в экзаменационной комиссии академические психологи, поэтому мы используем тесты, которые приемлемы с точки зрения академической науки. Показывая, где они работают, где они не работают, где место фенологических методов исследования. То есть это направление развивается, имеет свою валидность, свою доказательную базу, свои особые темы. Например, я был на предзащите диссертации в институте трансперсональной психологии, где, например, изучалось искусство импровизации. Интереснейшая тема. Как к ней подойти с точки зрения необычных подходов? С точки зрения интерсперсонального... Сценическая импровизация? Нет, импровизация, когда из ничего творится. Вот возникает музыкант, например, музыкант начинает импровизировать. Вот изучение этого феномена. Очень интересные вещи. И очень интересные подходы, исходя из вот... Поэтому я считаю, что... Это же на кончиках пальцев. Что тут можно выделить на уровне диссертации? Если вот инфровизация, изобретение, это всегда очень ситуативно, очень действительно... Вот оказывается, можно дать онкологию необычным встаням сознания, то есть показать место, как это связано с... Дать классификацию различных состояний, в которых мы находимся. Проследить различные треки и различные картографии внутренней территории, которые существуют. И по-другому совершенно увидеть творчество. Что такое творчество? И начать... Ну, разговор концептуальный вполне. И экспериментальный методик, особенно, в общем-то, в данном случае, на феноменологическом. Феноменологический, в смысле, интерспекция описания, в широком смысле. Да-да-да. То есть здесь это креативно и очень интересно для науки. И наука, магистральная наука сейчас серьезно относится. Я помню, в институте философии, когда в начале 90-х я там проходил аттестацию со своими транспарциональными темами, то меня там бомбили люди типа Баженова, убежденных парксистов, материалистов там всячески обзывали. А сейчас, когда, в общем-то, все в теме, доктора наук, которые там, и член-корреспонденты, и академики, которые в аттестационной комиссии, они тоже в теме, они читали эти вещи. И многие из них сочувственно относятся к этому, потому что понимают прекрасный, собственно, это важность этих тем для большой философии. И поэтому я думаю, что философия – это одновременно один из очень важных первоисточников, то, что связано с транспарциональными текстами, то, что обозначает предметное поле транспарциональной философии, без которых мы не можем претендовать на какое-то глубокое всеобъемлющее понимание человека. А транспарциональное? Что имеется в виду? Что в транспарциональном является транспарциональным? Ты знаешь, вот это можно по-разному определять. Вот одно из определений, что оно связано с тем, как это направление возникло в истории психологии, либо в том, что основателями ассоциации транспарциональной психологии и журнала были те же люди, которые десятью годами до этого основали ассоциацию гуманистической психологии. Это Абрахам Маслоу, Стэнли Кривнер, Майкл Мёрфи, Ролла Мэйтон. Люди, которые когда-то основали гуманистическую психологию, они же потом через 10 лет, в конце 60-х, когда дух времени стал проявлять другие события, стали основательными транспарциональной психологией. И Маслоу, к пирамиде ценности Маслоу, у него там вершина была ценности бытия, сделал верхушкой ценности самотрансценденции, преодоления. И это очень для меня перекликается с восклицанием из Ратустры в Ницше. Человек есть нечто, что должно превозможить. Человек — это мост между человеком и сверхчеловеком. Поэтому я считаю, что фундаментальным определением сущности человека, таким как «homo faber», «homo ludus», «homo erectus», «homo sapiens», мы должны добавить еще определение «homo transcendus». То есть человек на границе живет всегда, и он всегда преодолевает. И это фундаментальное измерение связано с бесконечностью, оно в нашей жизни присутствует. И транспарциональная психология своим фундаментальным референтом как раз и имеет вот этот уровень. То, что мы, условно говоря, обозначаем мистическим опытом, а на самом деле это выражение того, что природа человека не исчерпаема. Это на эмпирическом уровне было показано Грофом. Ну, в любой его картографии, с чем мы сталкиваемся? С тем, что человек может пережить и это, он может пережить травинку, он может стать змеей. Я этих рассказов слушал тысячи после сессии «голокрупного дыхания». Люди рассказывали о том, как одна, говорит, я была 50-евровой бумажки, она пережила все заключения, заключения этой 50-евровой банкноты, как из банкомата доставали, кто доставал, как расплачивались, что люди чувствовали при этом. Просто настолько обостренно, ярко, детализованно мы можем действительно, как под микроскопом и телескопом, видеть все. Танцевать там, общаться с Христом. И поэтому я имею представление, откуда источник, скажем, булгаковского мастера Маргариты. Он действительно там беседовал с Понтией Пилатом? Ну, да, это, наверное, тоже. А вы, может, это тоже самое без Морфи? Ну, в Париже был клуб башишистов и так далее. Нет, а вы тоже сами. Вот, и поэтому здесь, я думаю, что бесконечность, которая была найдена в духовных традициях, то есть когда, ну вот как пишет Карл Ясмас, во севое время родилось мышление и родились основные философско-религиозные школы, вот это тысячелетие до нашей эры, вот этот промежуток, да, когда в индуизме, например, родилась формула Таттва Мааси, ты есть то, Атман равен Брахману, то есть индивидуальная психика равняется Божественному, то есть я тоже бесконечен, так же, как и Бог. До этого, в истории, есть подобной идеи не было. Но как только у человека появилась идея, что он может быть бесконечным, он может быть Богочеловеком, Духом и так далее, развиваться, тут же сразу появились учителя, которые эти пути обрисовали в разных традициях. Медуизме, Шанкара в Адбайто-Виданте, Христос, Будда, различные пути совершенствования, то есть движение, преодоление любых ограничений. Это вот религиозного измерения транспарционального проекта в истории человечества. Я бы тоже следую и показываю, как эти идеи развивались, преломлялись, что лежит в основе их. А Гроф стал, собственно говоря, первым ученым, который научно показал, что мы действительно можем пережить что угодно. Единственное отличие между тобой и Буддой, или вами, Девой Марией, или мной и Христом, состоит в том, что мы живем в ограничениях большей части, а Христос, Дева Мария и Будда живут в мире неограниченно. Искусство человеческого – это не только искусство бесконечно, но и ограничение. Это сложный баланс, чтобы оставаться в детстве, чтобы оставаться в социуме. Вот об ограничениях заботиться как раз не нужно. Почему? Да потому что у нас есть темы, которые материальные, которые есть интерфейс, грубо говоря, нашей психи или духа с этим миром. И вот мы связаны органами чувств, окнами, дверями и каналами, там, самыми главными. И уж если у нас есть внутри ограничения, то мы все эти ограничения накладываем на любую ситуацию, используя любую ситуацию, любых людей, любые концепции, как вешалку для своих собственных проекций, для своих собственных ограничений. Если же мы каким-то образом, хотя бы на мгновение, достигли мира без ограничений, тогда между нам и миром, как говорит Пятигорский в романе «Философия одного переулка», там он описывает одного своего друга юности, он говорит, между ним и миром не было ничего. Если мир был простым, он видел его просто. Если мир был сложным, он видел его сложным. Между ним и миром не было ничего. Вот очень такой предельный опыт, предельное состояние. Но это возможно только в том случае, если мы не только знаем, что мы имеем такую потенцию, описанную Будой, Христом, там, описанную Нагаржном, Шумья Тайна, такая бесконечная потенциальность, или Грофом, описанная как возможность для каждого человека иметь любой опыт. Потенции. Но если мы одновременно пытаемся хотя бы иногда жить в этом опыте, то, что Адмират Магнадашвили называл мышлением, то есть когда мы из сути описываем происходящее, из сути, тогда это мышление, а если не из сути, тогда это, извините, просто слова. Если мы берем философию, опыт философии, Милетскую школу, то это исходит из этого, и опыт больших философов. Мне очень интересует наш опыт в антеграмм, виседентах, и вы говорите, существовали ученые в эту систему. Вываливали ли мы конкретно такие вопросы, знакомые с южинским периодом, например, Мамлеев в Головине, встречались ли Вы шиперства, но вообще не могли бы подробнее рассказать о той ситуации, для меня как-то на самом деле достаточно сложно представить, что можно из той очень своеобразной ситуации диссидентского состояния духовности, определенной личности, перейти к этому европейскому гуманитарному... Мне повезло, я не был близко знаком с Головин, где-то вот это вот, Сергеус, там это совсем далеко от меня были. Поэтому вот то ядро, в которое я попал, это все-таки люди были, которые как-то ориентировались на такие вот дискурсы, на знания, на путь, на понимание. И сам я был все-таки связан больше с Мирабом, он был моим главным ментором уже с 80-го года философии и ориентировался на него. Поэтому вот здесь вот линия Мамлеева, скажем, или Головина для меня была неинтересна. Точно так же неинтересны для меня были диссидентства. То есть я отдал когда-то какую-то руль, скажем, долг этому диссидентству, но в основном через каналы КСП. То есть вот песня, галич, там, вот это мне было как-то отзывалось. Но такое, как социальное действие, не цепляло. Не цепляло. Честно скажу. Мне было интересно другое. То есть Шиперс, что это вот диссидентство такое, да? Ну, Шиперс... Я просто вот плохо знаю этого автора, то есть больше узнаю. Хотя у меня лежит у него трехтомник там на полке, я тоже плохо знаю. Но один мой друг, там, Валя Пухлик, он очень хорошо знал Шиперса, тоже член нашего подпольного кружка. То есть кто-то из вот моих близких друзей, кто как раз с этими людьми, кто очень близко общался с Головиной, там, или с Моблеем из моих друзей. Кто-то очень близко с Шиперсом общался. Но я сам менять чашу не давал. Да, мне больше были интересны другие вещи. Как-то реальные практики, вот в этих делах эксперты, знатоки, то есть реальные мастера философии. Мне хотелось учиться у мастеров, а не под мастеров. Я честно скажу. Если можно, мой крайний вопрос. Я надеюсь, продолжение последует в Новом Годе. Хотелось бы пригласить тебя сделать презентацию твоего проекта изначально в теоретической терапии. Мой вопрос, собственно, о том, как развивается в данном случае одна из мини-транспрессиональной психологии, генетический гроф. Сколько грофов можно генеалогически различить? То есть, есть гроф психоделик, есть гроф холотропа. Как правильно ли вы его делаете? Я думаю, что гроф – это очень талантливый организатор, во-первых, потому что благодаря его безудержной энергии состоялся такой глобальный трансперсональный проект. Он 15 конференций международной трансперсональной ассоциации, которую он создал, организовал. 17 конференцию в Москве я организовал. Я знаю, как это трудно, и я преклоняюсь перед его просто служением здесь и фантастической энергии, активности, продуктивностью. Таким, это нельзя сбрасывать. Он профессор Калифорнийского института интегральных исследований в Сан-Франциско. И здесь он руководит аспирантами на протяжении последних 30 лет, наверное, исследовательским проектом. Поэтому, безусловно, первый гроф – это специальный эксперт психологической терапии. Это такой первый большой опыт грофа, профессиональный и личный. Второй гроф – это гроф, который в книжке «За пределами мозга» творит новые научные парадигмы. Осмысляет. И здесь он сделал очень многое. «За пределами мозга» – это вот такая поворотная книга в этом направлении. Недаром ее столь любил Стёпин, между прочим. Он ее читал, знал и соглашался с многими вещами. И третий гроф, наверное, ты прав, это гроф холотропного дыхания. Но еще четвертый гроф – это гроф, который юнгианец, культуролог, религиовед, знаток и мастер культуры, друг Джозефа Кэмпла, одного из двух крупнейших мифологов 20-х века, вместе с перчериадом. То есть это четвертый гроф, наверное. Но на самом деле есть пятый гроф, как гениальный психотропевт. Наверное. То, что касается метода, ты упомянул «За пределами мозга», это важный этап по отношению к методу. Я, как бы, в процессе своей хотел предложить схему, что была психоделика, а потом гроф изобрел способ отходиться без препаратов, используя только возможности человеческого тела и со льнами, и переход к холотропу. Насколько это можно так говорить, что холотроп – это избавление от внешних костылей для достижения тех же и даже больших результатов, чтобы было случилось. Для грофа холотроп – это один из очень многих методов, которые называют технологией священного. То есть метод, которые проявились, развивались в истории вообще человечества и работали с предельным опытом измененными состояниями сознания. Это много. Игрок подробно описывает. От алексинских мистерий, там, где использовались положительно психоактивные вещества, какие-то веды, которые были написаны под влиянием, там, наверное, тоже такого мистического ингредиентов, которые там даже описываются, да абсолютно не связаны с какими-то ни было веществами методов, связанных с затворничеством, молитвой, интенсивными танцами, софийским зикором, который тоже использует дыхание, уединением, экстремальными какими-то ситуациями, через которые мы спонтанно проходим, храмовые инициации, там, тантрический опыт, в конце концов. То есть методов оказалось много. Группа не посведомлена. Ну, дыхание почему? Это простое, экологичное и прямое метод, потому что на уровне физиологии дыхание связано с основным энергетическим процессом организма, не только человек, но и капитальщик. Цикл крепцы, цикл зарядки метаходрии связан с дыханием, зависит от дыхания. Чем интенсивнее дышим, тем больше энергии. Поэтому свободная энергия может использоваться для множественных задач. А в талотропном дыхании, когда создается вот такой сосуд или контейнер, чтобы эта энергия не разбрасывалась вовне, во внешний мир, она направилась внутрь, на внутренний мир. И с этим связана эффективность визионерской работы, которая по этому измекает. И вот крайняя ремарка. Твоя дискуссия, твое развитие, вызвавшее неприятие, в чем оно заключалось? Это развитие, если можно, пара или десятка. Мой подход стоит в том, что этим я обязан, во-первых, глубокому изучению и транспарционального проекта, не только Грофовского, а во всех его школах. И поэтому моим большим желанием было не развиваться как правоверный Грофоман, как Рупор Грофов, как обважатель его идей, а идти как бы серединным путем и поправить все. И все транспарциональные школы, и философия, и искусство, и науку современную, чтобы не быть слепцом, и объять необъятное. И поэтому равным образом, как элотропное дыхание, мне интересны другие практики дыхания. Я с ними много занимался, экспериментировал, даже свои экспериментальные процессы придумал, такие как дыхание синестезии, процесс, который я с выдающимися музыкантами много раз делал. И чтобы предоставить людям опыт с анестезией. И в 90% случаев это получается. В группе. Искусство, да, удивительные инструменты. И мне кажется, вот я пришел к формулировке того, что как можно работать с дыханием, независимо от какой бы то ни было ситуации. Потому что для элотропного дыхания требуется специфическая особая ситуация. И я нашел внутри метод элотропного дыхания несколько догматов и ограничений. Я и сам. Это вызвало, наверное, вот такую реакцию со стороны группы и команды группы, я могу сказать. Я оказался неправомерным. Не правоверным графоманом, а, можно сказать, в каком-то смысле там посигнуло святое. Поэтому меня подвергли астракизму. Да, вот, кстати, вопрос о сакральном атабу. Он существует для человека, который преодолевает все эти... Ну а куда ж деться-то от этого? А как же так? Вы же говорите, не такие границы. Ну и что? Ну и что? Ну и какие границы? Это внутреннее состояние. В чем особенность никаких знаний и реализации того, что мы не ограничены лично? То есть наша природа насущенна. Ну как атабу, а сакральная? Атабу, сакральная, там... Вы хотите... Как с этим? Как с вещенными коровами? Да, если мы освобождаемся. Моя позиция – это свободного выбора. То есть, будучи бесконечным, если это хотя бы в некоторые моменты, и будучи абсолютно свободным, я выбираю быть человеком. Значит, вести себя как человек, с уважением к другим сего. К другим людям и ко всем человечествам установлены. К чужим монастырям, в которых я нахожусь там и так далее. Но это свободный выбор. А не следование того, что вот что-то во мне действует, ни предрассудки, ни так далее. То есть вот этот свободный выбор – это и есть то проявление сверхчеловечного, что у вас существует? Ну, в идеале, может быть, можно было бы сказать так. И это всё? А что ты говорила? Да, это всё. О чём можно вот так вот в двух словах сказать? А вот у меня ещё один вопрос. Извините, я опять возвращусь. Хотя мне уже даже как-то неудобно вы опять скажете, что это такие-то подмастерья, а не мастера. Ну вот, например, Малевич, вот этот вот художник, вы же работаете и с каким-то исследовательством у вас методом исследования искусства, да? Как бы вот здесь есть некоторые преодоления человеческого опыта, как на ваш взгляд? Безусловно, да, что наиболее глубокие художники, в широком смысле, то есть люди искусства, они имеют предельный опыт. Это и писатели, то есть, скажем... Просветление. Ну, не просветление, это предельный опыт. Я называю. То есть, например, Хулио Картрасов для меня такой человек, который распределенный опыт в литературе, который освоил все стили, жанры, и потом вдруг игра в классики. И 62 модели для сборки, где вот такие уже метры истории плетутся, или там кто там, Поль, сверхпоэта французский. Альва? Нет, 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 нет. Ну, Римбо, который там, да, до 18 лет был гениальным поэтом, а потом там, Герлен, там... Нет, нет, Герлен, там... Герлен, там... Не важно. Короче, вот мы можем подобного рода опыт там в области танца найти. Есть такие люди, там Морис Калингайм, например, там... Сверх балет уже, вот как к этому пришел. В области вокала, например, для меня это Бобби Макферрин, такой гениальный, инкровизатор, с моей точки зрения, который владел всеми стилями, жанрами, и потом из этого рождается что-то еще. Совершенно другой, новая, абсолютно. То есть, это вот такой вот другой поток творчества. Безусловно, я в своей внутренней категории недостаточно знаю Малевича, чтобы судить о нем. Я узнаю, как смотрел, конечно, картины. У меня есть его там книжка в искусстве, но я его не почитал. Не могу сказать, что я знаю. но с кем вот там, как раз вот такая речь. А вот, кажется, вы все-таки как-то, вот наша русская, российская, московская даже сказала, искусственная царь, Герман Виноградов, там, Вера Сажина, которая... Ну, это... Вера вообще очень близкий друг мой. Она выступает на всех конференциях. Ну, она как бы, условно говоря, психолог, командка, локалистка, художница и так далее. И Германа я знаю неплохо, и ценю то, что он делает, конечно. И через Мишу выгляну там тоже со мной, со всем кругом там... Коллективных действий. Ну, который там, с которым он был связан, перезнакомился тоже и более-менее не знает. Безусловно, да, все это очень интересно. Но было бы, ваше мнение о Шварцмане, например, вот таком художнике, он брата. И мне кажется, вот что вот те дискуссы, которые существуют в транснациональной области, я даже не буду называть философию, антропологию сейчас специфические, просто там есть целый набор, они могут действительно помочь какие-то вещи более остро понять книжные традиционные. Потому что это их поле, отдельный опыт, духовность, какие-то вещи, связанные с безуминым творчеством, тоже одна из моих тем, которые я не касался, но это очень большая тема, я веду семинары на эту тему. и такая у меня есть транснациональная антропология безумия. Нам нужно только определиться со следующим сюжетом, а это мы обязательно сделаем, в Тургане или в Марте, когда я буду продолжить нашли этого плотно, трудно. Спасибо. Спасибо. Ну, серьезно интересные, куча вопросов, куча конкретных сюжетов хотелось бы с тобой заработать. Но опять-таки, я понимаю, что я лишен некоторых практик, например, позаниматься колотропом. Да, приходи на ближайшие. Семинар, будет такой опыт, почему бы и нет, если хочешь. Подышать, посмотреть. Один раз наверняка не делайте, должна быть серия. В идее несколько раз. Ну, с удовольствием. Будешь только понять, о чем ты говоришь. Там записывалось как-то? Да, и сейчас записывалось. Тогда может быть. И... И... Сюда. Слушай, ну, может, ты мне подскажешь, что я специалист. Так, остановить? Да, да. Да, да.